Всем привет! Вы смотрите Sapient Channel. Вы на верном пути. По просьбам трудящихся мы зарядили новую серию уроков о синтезаторах и начать решили с такого синта, как Native Instruments Battery. Итак, у нас есть в работе композиция. Здесь мне были нужны электронные барабаны и я использовал синт-беттери или как его в народе называют батарейка. Вот так он выглядит и звучит. Интерфейс батарейки состоит из вот такого большого набора сэмплов. Частично они совпадают с классическим набором GM в пианороле. То есть самая первая бочка это нота до, как и везде. Остальные сэмплы совпадают не вполне. Где-то это похоже на хай-хэт или тарелку. Где-то они настолько измененные, что никакого сходства нет. Слева у нас браузер готовых наборов. Он просто огромный, причем это у меня стандартная библиотека. Никаких дополнительных я себе не скачивал. И двойным кликом можно загрузить другую предустановку. Ну и получается вот этот набор уже не подходит под мою партию. Попробуем еще. Если нам что-то не подходит, поменять, конечно же, можно не только полностью набор, но и отдельно взятый звук. Для этого лезем во вкладку Samples. Вот в данном случае нам нужны хлопки Clap. Как видите, все рассортировано по категориям. Могут быть и рабочие, и бочки. Можно повыбирать. Это слишком. Давайте другое. Ну пусть. Каждый сэмпл можно замутировать или засолировать. И для обработок на каждый у нас имеется очень большое количество настроек. Например. Реверс. Тюн можно подогнать под тональность. Обрезной фильтр High Pass Low Pass. Компрессор для каждого отдельного сэмпла. Огибающие пич и огибающие громкости. Во вкладке эффект с более подробным управлением эффектами для каждого сэмпла. Вкладка управления модуляцией. Еще какие-то настройки сэмпла. Честно сказать, я это очень глубоко не расковыривал. Я не битмейкер, поэтому в основном меня устраивают сэмплы так, как они есть. И собственно вкладка мастер, на которой можно применять уже эффекты для всей установки. Также High Pass Low Pass, лимитер, компрессор. Сатурация. Ну и самое главное, что инструмент обладает возможностью многоканального воспроизведения. К примеру, мы хотим послать бочку и рабочую на отдельные каналы рипера. Здесь схема вполне традиционная. То есть создаем каналы, указываем маршрутизацию. В общем делаем все, как я уже показывал в предыдущих уроках. И вот здесь перед нами встает выбор. Мы можем послать сигнал бочки на субмикс, которых взять 4. И возможно на субмикс повесить еще какие-то эффекты. А сам субмикс уже перенаправить в выходы 3-4. Или пойти другим путем и отправлять сразу же нужные сэмплы на нужные каналы. Подведем итоги. Мы рассмотрели очень неплохой сэмплер синтетических ударных. И на мой неприхотливый вкус в нем все есть. То есть есть очень богатая палитра звуков, есть настройки, есть многоканальные исполнения. Конечно некоторые битмейкеру ругаются, мол он слишком топорный, в нем что-то тяжело создать с нуля. Но с другой стороны нам простым смертным, когда нужно поставить четкий бит, это то что надо. И меня в основном даже устраивают заводские пресеты, я ими вполне доволен. Пиши интересующие темы в комментарии, ставь лайк под видео и разумеется подписывайся на наш канал. И тогда ты узнаешь, что меня бесит. Да это к**дец какой-то, я так не могу. Слушай, ну меня выбешивает, что это такое? Это твой, б**й, контакт. Откуда, блин? С твоего контакта. Или с моего ноута. Это, наверное, с твоего ноута. Ну давай, б**ть. Меня вот именно тупо смысла сливает. Ну не могу, б**ть, все время клацает, клац, 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 клац. Просто там, не знаю, закрою его в нашем подписании. Субтитры сделал DimaTorzok